Снег и морозы стали серьезным испытанием для птиц. Пернатые могут переносить мороз до 40 градусов, но если они сыты. В сугробах найти пропитание очень тяжело. И сейчас птицы как никогда нуждаются в поддержке. О том, как правильно организовать птичью столовую и чем кормить, в нашем следующем материале. Каждое утро Светланы Карапузовой начинается с кормления птиц. На завтрак в Центр эколого-биологического образования слетаются пернатые со всей округи. Центр эколого-биологического образования – это не просто сад-огород, но это удивительное место, которое в зимний период превращается в продовольственную базу для птиц. Мы можем наблюдать около 13 видов различных птиц. Это галки, вороны, сороки, сойки, синицы, причем разные разновидности. Это и пухляк, и большая синица, воробьи, горлицы. Зимой, чтобы не замерзнуть, птицам приходится тратить намного больше энергии. Чтобы пернатые пережили холода, их нужно обязательно подкармливать. Это овесы, это проса, это семечки, также могут быть ягоды различные, сушеные, рябина, боярышник и где-то 50 грамм сала. Если вы просто любите синички, чтобы прилетали, достаточно будет насыпать подсолнечника. Почему? Потому что он очень богат микроэлементами для птичек и жирами. А если хотите, чтобы на вашу кормушку посещали красивые птицы, как, например, снегири, дрозды, рябинники, например, или свиристели, то да, вы кладете в кормушечку именно ягоды сушеные. Если хотите дятлы, чтобы посещали, то это должны быть шишки разнообразные. Синицы, дятлы и поползни – насекомоядные. В рационе должны быть жиры, поэтому не забудьте повесить на веточку кусочек сала. Главное, чтобы продукты были не солёные, свежие и без плесени. Не нужно сыпать много корма, потому что из-за погодных условий корм может отсыревать. Это приводит к грибкам и к таким заболеваниям, как аспергиллёз, например. Это когда у птиц, значит, ну как дыхательные пути заболевают, и птицы погибают. Кормить птиц надо каждый день в одно и то же время. Пернатые привыкают и прилетают в назначенный срок. Нуждаются в помощи человека и водоплавающие птицы. Согласно законам природы, кряк вам полагается улетать в тёплые края. Однако в последние годы утки остаются на зимовку в городе. Угасание инстинкта легко объяснить. Староскольцы с удовольствием подкармливают их летом. Птицы довольно быстро привыкают к обилию пищи. И с наступлением осени не чувствуют изменений её питательности или разнообразия. Что должно было бы стать сигналом к отлёту. Чем же мы должны кормить наших уточек? Это пророщенные семена кукурузы. То есть нужно обязательно размачивать семена кукурузы, пшеницы. Также они очень любят потрох от рыб, то есть вот остатки и костный остаток. Можно подкармливать уток и хлебом, обязательно соблюдая при этом определённые правила. В течение времени уже птицы адаптировались к такому корму. И в принципе это их спасает. Но очень просим вас учесть, что если вы кормите хлебом, то кусочки должны быть очень маленькие. Потому что если они будут большие, либо это будет чёрствый хлеб, то он разбухнет в зобу и просто будет непроходимость. И птица такая погибает. Подкармливать птиц надо до конца зимы, а в марте постепенно сокращать количество корма, чтобы пернатые переходили на природные источники пропитания и добывали пищу самостоятельно.